И всем привет, ребят! С вами Старваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на обзоре новое устройство, которое у нас появилось в челлендже. Оно открывается на 41 уровне. И это устройство на молот, которое называется Дыхание Виверны. Сегодня поговорим о нем. Сыграем как минимум одну каточку. Я думаю, что больше, наверное, играть не придется. Ну и для тех ребят, которые, например, до сих пор не имеют это устройство, у меня оно падало, если я не ошибаюсь, с ультраконтейнеров, чтобы вы понимали, что оно из себя представляет, и стоит ли его брать, стоит ли покупать боевой пропуск ради, например, этого устройства. Потому что многие ребята гонятся за новыми устройствами и делают ставку именно на устройство в челлендже. Если я, например, делаю ставку на контейнеры и, ну, особо там не обращаю внимания, какое там мне устройство дается, не дается, есть оно у меня, нет его у меня, то ребята гонятся именно за ними. Поэтому для тех ребят, которые до сих пор не имеют это устройство, либо для тех ребят, которые хотели бы просто посмотреть обзор, этот видос и будет сегодня записан. Поэтому мы переодеваемся, одеваем молота с дыханием виверны. Это молот, который с критическим уроном дает заморозку. То есть по своей механике этот молот похож на смоку с крио-снарядами, например, да? Ну, есть у нас еще и другие устройства с заморозками. Теперь у нас даже там та же рельса имеет эту заморозку. Но если уж сравнивать, например, смоку и молот, то, ну, мне кажется, механика очень похожа. Единственное, то, что со смоки вы сможете давать с большей дистанции, с большего расстояния, эту заморозку с молота, ну, придется подъезжать более близко. Ну, и оденем, я думаю, что сегодня викинга под все это дело. Я не особо вижу смысла одевать какой-то другой корпус. Можно было бы, конечно, взять и того же Хантера, можно было бы взять какого-нибудь там Хоппера или Харька. Но берем мы викинга молота. И также, я думаю, что одеваем по дронам, по дронам бустер. Бустер, конечно же, бустер. Кризис можно, конечно, было бы взять, но я понимаю, что у многих ребят его нету, и поэтому нужно дефолтное протестировать. Поэтому берем бустера. По режимам, по режимам, куда мы пикнем? Ну, давайте быстрый бой. Я думаю, что особо не принципиально увидеть там какую-нибудь та же ТДМочку. Все зависит от того, что нам кинет. Ну, то и сыграем, да. Главное посмотреть на механику этого молота и сравнить, да. Я в последнее время, например, очень и очень много играю на Блондербасе. И считаю, что Блондербас идеально подходит вообще под игру в матчмейкинге. И, ну, не знаю. Мне, кроме Блондербаса, вообще ничего не нравится. Ну, прям вообще ничего. То есть, и даже всякие дыхания дракона из лагеря и прочие другие устройства не особо вообще никак мне не интересуют. А вот этот вот замечательный Блондербас разваливает прям вообще бомбически. Но сегодня у нас видос не о Блондербасе. Сегодня мы смотрим на дыхание Виверночки и посмотрим, что же она покажет. По урону 2200 стабильно залетает. И, ну, неплохо пока что, да. Только заморозки тут нету. Особо критических уронов я не вижу. Это обычный молот с средней дистанцией, который, ну, наносит хорошую кучность сюда, неплохую. Хуже, чем у слагера, конечно, она. Но по урону вроде как неплохие цифры только что вылетали. Так, а это у нас вообще джаггернаут. Мне почему-то казалось, что это демочка. Это у нас джаггер. 2400 с крита, но по замечательной... Ух ты! За один баллон два крита. Ну, это вообще великолепно. Хорошо. Добавка по 1400. Хорошо, хорошо. Плотненько, плотненько. Но заморозка против джаггера, конечно, это такое себе. Но крит выдал. Это неплохо. Да, то есть, если такие частые криты с этим устройством, то нормально будет. Нормально будет. 1600, говорю, 160 очков. Два джаггера я сумел слить с молота. Два джаггера. При том, что у меня еще даже овердрайва не появилось. А что будет, если сейчас у меня появится овер? С овера может вообще будет на языкаточке респануть здесь джаггернаута. Ну, урон хорош, хорош, хорош. По 2400. То есть, с дефолтный урон, и при том, что со средней дистанции, даже вот, если, например, многие ребята используют того же с лагеря, да, чтобы кучность выстрела была одинаковая, и чтобы все дроби залетали по противнику. То есть, сейчас, с дыханием верни, которое устройство, по сути, не имеет такую же повышенную кучность, у меня залетает каждая, даже на средней дистанции, вот эта дробиночка. Это очень неплохо. Очень неплохо. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет с критами, да, то есть, вот, например, сейчас у меня крит, когда будет следующий крит. Надо добить этого типа, оп, без крита. Ну, ладно, у меня есть овердрайв, думаю, что надо респить джаггера. Да, думаю, что так, респим просто. Два крита было у нас. Успею ли я еще по одному накинуть? Нет, еще не успеваю. Да, очень много джаггеров, видите, играет на мобилках. Ну, пока эффекта самого заморозки, ну, мне, ну, ничем он не нужен и, ну, не помогает вообще абсолютно. Да, то есть, сама заморозка, может быть, может быть, немножко будет актуальна в CTF-очке, да, либо, например, в штурме, когда я буду играть за деф. Но, например, вот здесь, вот в этой катке, я вообще не вижу никакого смысла в этой заморозке. И еще один немаловажный факт, это то, что я бью джаггера. Да, у джаггера все иммунитеты. Иммунитет от поджога, иммунитет от заморозки. Ну, вообще, если так чисто поговорить между нами по поводу этого устройства, то в нем, в принципе, смысла мало. Мало смысла, да, то есть, есть безумно большое сейчас количество разных устройств на молото. И устройство, которое дает заморозку, это, ну, такое-се, да, такое-се. То есть, ну, да, оно может там зарешать в одном случае из 100 эпизодов на карте, да. Ну, может, может зарешать, да. Где-нибудь там вы удачно заморозите, противник не сможет повернуть башню. Но при этом, если вы, например, будете использовать такое устройство, как бландербас, если оно у вас есть, либо вы будете использовать тоже там дыхание дракона, да, если даже, ну, просто дыхание дракона сравнить с этим устройством, да. То есть, кучность выстрела у вас такая же самая, вы наносите такой же самый урон, только у вас на критическом уроне у вас поджог по оппоненту. И поджог в этом плане смотрится намного интереснее. Ведь если вы там дадите критический урон и не добьете оппонента, то за счет непосредственно крита, за счет поджога, вы сможете добить, можно так сказать, да, догореть сможет ваш оппонент. А здесь что он сделает? Ну, вот вы кинете заморозку, да, окей, он не сможет повернуть башню, он не сможет так быстро передвигаться, может быть, где-то чуть-чуть вы за счет этого выиграете, но и это все, это все, да. То есть, он не догорит, вам придется давать опять выстрел, чтобы его добить, да. И с точки зрения получения очков и фарма, да, это, ну, менее эффективное устройство, менее эффективное. И для меня, ну, наверное, не совсем понятно, почему такие устройства на данный период времени появляются у нас в челлендже. Ведь у нас предыдущее, например, устройство было очень крутое на Изиду с вампиризмом, да, и многие ребята были заинтересованы в нем, и я уверен, что покупали челлендже. А сейчас у нас после Изида с вампиризмом выходит молот дыхания виверны, да, то есть, ну, на молот можно было бы какой-нибудь эми, да, вот эми там или пробитие в челлендж добавить. Я думаю, что вот это было бы очень круто, это очень здраво было бы, я даже сам был бы заинтересован в таком устройстве. Хоть и я при любом раскладе покупаю челленджи, потому что мне нужны контейнеры, да, и вне зависимости от того, что там будет в устройствах и что там будет во второй цепочке, которая за боевой пропуск, я все равно куплю, чтобы чисто получить свои конты, да, но те ребята, которые, например, покупают исключительно ради того, чтобы получить новые устройства, то, ну, я бы очень сильно задумался, да, стоит ли вам брать его, и если у вас, например, есть какие-то уже устройства на молот, например, тоже дыхание дракона, тот же блендербаз, но блендербаз вообще сейчас я считаю, что это лучшее устройство на молот, да, то есть я бы сильно задумался, стоит ли оно вам и как бы вы его смогли реализовать. Как по мне, любое другое устройство реализовать проще, и от него эффективности будет больше, да, то есть здесь заморозка, она очень тяжело реализуема, прям очень тяжело, да, то есть и импакта она внесет намного меньше, чем другие устройства. Но каточку мы давайте попытаемся выиграть, все-таки у нас уже 8-4, Викинга молот себя показывает в этом бою очень хорошо, но это больше сама пушка работает и корпус, нежели это устройство. Так, и у меня ДАшечки нету, 60% овердрайва, овердрайв на Викинге сейчас тоже копится очень долго, но даже с такого расстояния, кстати, урон залетает, неплохо пойдет. Мне кажется, что с дыхания дракона может с такого расстояния не залетать урон. Может быть, я даже и переборщил, что дыхание дракона... У дыхания дракона, мне кажется, кучность похуже. Кучность похуже. Ну, я просто давно уже на дыхании дракона тоже не играл, но здесь кучность неплохая, такая на средней дистанции хорошую дает. Может быть, здесь есть какой-то буст кучности, а у дыхания дракона она чуть похуже. Но при любом раскладе, например, BlonderBass покажет себя точно эффективнее. Ну ладно, это я уже так, чисто высказал, все, что я думаю по этому поводу, для тех ребят, которые все-таки заинтересованы в этом устройстве. Так, давай, Русланчик. А, Рустамчик. Русланчик. 85% овера. Сейчас бы овердрайва, конечно. О, хороший, залетел. Даже и без овера слил. Шикарно. Ну, и может быть, сразу последнего тогда уж. Тогда уж Рустамбекчика вот так вот красиво забираем. Шикарно. Шикарно, 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 шикарно реализовал я свою комбину. Но по поводу устройства, я думаю, что вы мою позицию поняли. Что у нас интересного еще в нашем новом челлендже? Да, сегодня у нас, по сути, только второй день его. Здесь Диктатор Эми. Хорошее устройство, да. То есть, если вы играете на Диктаторе, то это очень хорошее устройство. Если его у вас нету, то я бы на вашем месте задумался. Но по дыханию виверни мою точку зрения вы уже слышали. Поэтому, друзья, я думаю, что больше катать каток нет никакого особо смысла. Скатать еще каточку, увидеть всю ту же самую механику этого молота не имеет особо никакого смысла. Поэтому поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вам интересно подобного рода видосы, где мы обозреваем те самые устройства, которые у нас выходят в челленджах. Да, я думаю, что мы могли бы перед каждым новым челленджем, ну, либо тогда, когда он уже стартует, первые дни записывать видосы, если вам это интересно, и тестировать те устройства, потому что побольше чаще эти устройства у меня есть. А даже если у меня его, например, не будет, то мы всегда сможем зайти на спецаккаунт. И на спецаккаунте тоже затестить, посмотреть и принять решение, стоит ли брать то или иное устройство. Поэтому, если вам это интересно, поддерживайте обязательно видос лайком. Пишите в комментариях, чтобы вы хотели бы увидеть, и пишите свое мнение по поводу дыхания виверны. Да, может быть, кому-то оно очень нравится, и кто-то за него шарит, и может мне что-то тоже объяснить в комментариях. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.